Так, хорошо. Значит, вчера мы разбирали основной по легенде результат микроэволюции и он же основной элементарный процесс макроэволюции, использовали аллельное замещение, движимое положительным отбором и рассматривали полную ситуацию, то, что сейчас называют жестким замещением, hard sweep. Sweep – это слово подметать, жесткое выметание, когда исходно этого хорошего аллеля просто нет. И, значит, три процесса. Во-первых, ты ждешь, когда эта мутация возникнет. Во-вторых, возникшая мутация должна не сдохнуть случайно, поскольку случайные изменения частоты аллеля, то есть дариф, неизбежны, пока количество голов носителя этого аллеля мало. И, наконец, если повезло мутации возникнуть и избежать случайного уничтожения, пока мутантов еще мало, то дальше подхватывает детерминистское уравнение, которое мы, значит, сладостасно вывели и решили в прошлом. И единственная дырка, которую надлежит заполнить, это наука о второй части, потому что первая часть, значит, ожидания возникновения мутации, мы тоже подробно разбирали, значит, и все помнят про просоновский процесс и их потенциальное время ожидания. Так, где она? Во-вторых, значит, вот этот вот метращийся процесс, давайте я, значит, я вообще очень гладко и складно говорю, и это плохо, потому что способствует засыпанию, так что я прошу меня перебивать, если есть желание. Вот я так говорю, 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 все слышу. Так, значит, вот ключевое уравнение. Где P и T это вероятность произвести и потонков, а G это вероятность от слова extinction, конечного умирания. Значит, вот у меня возник один единственный мутант, и жизнь устроена так, что потомковской копии аллеля следующее поколение, что, значит, P и T это распределение вероятности того, что одна копия аллеля в следующем поколении будет представлена нулем, одной, двумя, тремя и так далее копиями. Значит, сумма по всем и, естественно, равна и делится, а мы хотим определить вероятность того, что этот один-единственный мутант, который возник, рано или поздно сдохнет, ну и тогда Q равное единице минус е, это вероятность, что он наоборот не сдохнет. Вот. И, значит, на это есть вот такое фундаментальное уравнение из теории ветвящихся процессов. А все понимают, откуда оно берется? Это чрезвычайно простое уравнение, после того, как ты его поймешь. Смотрите, а что такое вероятность того, что мой один-единственный возникший мутант помает? Из чего эта вероятность складывается? Каким образом этот один... Может быть, кто-нибудь уже понял и объяснит? Вот. Представьте себе, что вы мутант, причем в единственном числе возникший. Как вы можете померить? Какие эти гонки? Конечного, это что значит? Что мы подождем, когда очень долго, то его не будет. Может, мы имеем либо отновленного потомка, либо отновленного потомка? Совершенно верно. Ты можешь померить сразу же, оставив ноль потомков. А если ты оставил одного потомка, почему мы умножаем на е? Потому что тогда я помру, если этот оставленный мной один потомок тоже помрет. А почему здесь е квадрат? Если я оставил двух потомков, то я в конечном счете помру, если что случится? Если они оба в конечном счете помрут. А считая, что все выживают и мрут независимо, здесь будет е квадрат. Если кто еще не просек, то здесь будет по 3 е квадрат. Все поняли это глубокое уравнение? Это значит, что это про одно коррентное? Нет. Оно, так сказать, рекоррентное. Из этого условия мы получаем, зная P и T, мы можем получить е. Это уравнение на е. Е это наше неизвестное, а P и T это наш функциональный параметр. Все утекли, да? Вот. Замечательно. Значит, тут можно всячески извращаться. И прежде всего, не трудно показать, я это делать не буду, но показать-то не трудно, что если е меньше единиц, извините, если среднее P меньше единицы, то е равно единице. Если мат ожидания притого меньше единицы, то е равно единице. То есть ты всегда сдохнешь. Ну, это и понятно. Вот. Но есть один частный случай, когда это уравнение очень красивым образом решается. И это дедушка Халдейн придумал в 1928 году. Пусть у меня это распределение Пасоновское. То есть моя популяция, в которой происходит геройствование этого единичного мутации, Рейдфишерская. То есть если у меня это распределение P и T Пасоновское, то есть оно... Я сейчас буду... Доска бы побольше. Можно его убрать и потом включить? Давайте мы его... Сейчас, она интеллигентная. Так, как его? Нет, нет. Это? О, так. Вот, значит, пускай у меня число потомков особи распределенного Папуассона. А... Ой, как-то я... Мне так надо бы наехали. Что такое здесь S? S это коэффициент отбора в пользу вот этого мутантного аллеля. Поскольку в норме в популяции в среднем аллеля вставляет одного потомка, а вот этот вот единица плюс S, который здесь и здесь присутствует, это параметр Пасоновского распределения, то есть он дает и среднее Пасоновское распределение, и дисперсию. То, значит, если ты приносишь 1 единица плюс S потомков, то S это селективное преимущество. Помните, мы определяли как S как... Вот пускай у меня старый аллель А маленькая, а новый аллель А большая. Вот это селективное преимущество. А W А маленькая равно просто единице. Ну, считаю, что числит популяции постоянно. Вот, так вот, если мы предположим, что у меня распределение числа потомков не абы какое, а Пасоновское, то все резко и красиво упрощается, и вот это вот уравнение мы можем записать таким образом. Вот, так вот, так вот. Вон. Просто подставляя сюда члены Пасоновского ряда, оказывается, что у нас здесь снова живет разложение экспонента. И, значит, собравшись члены, мы получаем вот такую вот формулу. Вот. Теперь удобнее работать не с е, а с q. И тогда мы можем написать, что единица минус q равняется е в степени минус q. Это вот это вот у меня минус q на единицу плюс s. Вот. Ну и давайте мы здесь оставим, значит, мы предполагаем, что у нас s маленькая, ну и вероятность выживания тоже будем считать, что она маленькая. То есть, предполагая, что я не занимаюсь, сказать, всякой аккуратной достоевщиной, доказывая, какие члены можно убрать, какие можно оставить, значит, я просто пишу первые два члена, но это и достаточно. Значит, теперь мы обратно раскладываем эту экспоненту в ряд трилога. И плюс члены более высокого порядка по q и s. Мы, так сказать, не доказали, но предполагаем, что q и s у нас одинакового порядка малости. Вот. И тогда мы из этого, значит, эти сокращаются, мы получаем sq равняется q квадрат пополам, то есть, q равняется 2s. Вот это вот окончательный результат. Значит, это вероятность не вымереть. Значит, если у меня, значит, это общее уравнение, значит, на ветвящийся процесс в предположении Порсоновского распределения числа потомков, говорит мне, что когда у меня возник мутант с преимуществом s, он не выморит, так сказать, асимптотический с вероятность 2s. Это в случае Порсоновского распределения. А если, в общем случае, если у меня популяция не Райт-Фишерская с Порсоновским распределением, а АБКК, то здесь еще добавляется член NE поделить на n. Вот это мелким шрифтом. Если у меня в популяции дисперсия, если у меня дисперсия числа потомков больше Порсоновской, соответственно, у меня эффективная чистость популяции будет меньше реальной, и вероятность выживания единичного мутанта у меня тоже уменьшится по сравнению с этим 2s. Но представьте себе, что я с вероятностью 99% вообще ни одного потомка не оставляю, а с вероятностью 1% я оставляю 100 умножить на единицу плюс 1 потомков. Ну, ясно, что тогда вероятность вымирания мутанта будет больше, и вот этим вот членом это описывается. Так, это был первый кусок математики. Вы хотели от меня математики, вот вам математика. Значит, это, так сказать, ну, на некотором уровне полное описание второй части процесса аллельного замещения жестокого, а именно, так, теперь надо вернуться. От чего она? О! А именно, значит, выживание единичного мутанта. И, значит, теперь нетрудно посчитать, как долго популяция должна будет ждать. Значит, я стираю эти формулы. Успели записать, кто хотел, потому что их нету, к сожалению. Надо их добавить в мои слайды, но пока их нету. Они заруты на странице какой-то там 384 ужасной книжки Червеносов. А также в статье дедушки Халдына. Значит, вероятность, что у меня что за ерунда НЕ поделить на Н это вероятность выживания. Да нет, вроде бы, все правильно. Сейчас, что-то я запутался. Давайте разберемся. Значит, у меня в течение поколения мы ожидаем, что возникнет μ умножить на Н мутантов. Правильно? μ это скорость мутации. Значит, мы считаем, что μ умножить на Н мало. То есть, у меня либо ничего не возникнет, либо с вероятностью μ умножить на Н, которое есть маленькое число, возникнет один мутант. Чем больше μ, тем больше вероятность и чем больше Н, тем больше вероятность. А нет, кажется, все правильно. Значит, во имя ожидания у меня будет единица поделить на мё делить на Н. Так? Вроде так. Значит, я должен ждать столько вот, но потом сейчас, что-то я на ровном месте путаюсь, но потом, когда у меня этот мутант возникнет, он у меня выживет, только с вероятностью 2С и НЕ поделить на Н. Значит, во имя ожидания нужно, допустим, у меня эта вероятность выживания, не знаю, одна сотая, значит, мне нужно поделить на это, да, чтобы получить, чтобы получить, так сказать, я хочу оценить, как быстро произойдет, как быстро произойдет фиксация полезного аллеля после того, как, значит, отбор изменился и аллель стал полезным. Значит, я вот столько вот времени жду, чтобы полезная мутация возникла, правильно? Чем больше популяция, тем меньше я жду и чем больше мьютон меньше я жду, вроде бы все честно. И потом я еще должен, на эту штуку я должен множитель поделить. Поделить. Пускай у меня эта штука равна одной сотой, тогда я должен ждать в сто раз больше. Так что я должен на нее поделить. Значит, я, если я на нее делю, то у меня получится, да, во время ожидания у меня получится 2s ну, ne, все правильно. Ну, а если вы хотите в скоростях, тогда, значит, у вас получится вот эта вот будет скорость эволюции. Вроде бы все правильно. Я просто побоялся, что у меня n квадрат вылезет, это было бы совсем уже ужасно, но вроде бы нет. Значит, столько времени я жду с момента, в смысле это мат ожидания во имя неожидания, того, что с момента, когда мой аллель, которого исходно нету, стал полезным, я, наконец, добрался до того случая, когда он возник и не вымрет. А после этого вот эта вот третья стадия, ну, тут можно, опять-таки, поскольку у нас есть явное решение этого уравнения, то можно все аккуратно посчитать, но это происходит очень быстро. Если ты возник и пережил вот этот вот начальный дарив, то дальше там с частоты 1% до частоты 99% ты поднимаешься очень быстро. Ну, и потом могут возникнуть проблемы с тем, чтобы истребить самые последние копии исходного вредного аллеля. Сейчас мы об этом поговорим чуть-чуть. Да, вот это вот во имя ожидания, а в номинателе сидит скорость эволюции. Вот, значит, у нас скорость эволюции 2s мил н е. Значит, скорость эволюции тем больше, чем больше скорость мутирования, тем больше, чем сильнее отбор, и тем больше, чем больше эффективная чисель популяции. Вроде бы все разумно. Последняя детерминистская стадия проста. Значит, сейчас ученые, значит, давайте все-таки, хотя все хотели математику, но прозаик тоже будет немножко. Значит, прозаик. Сейчас очень интересный вопрос обсуждают ученые. Как часто в эволюции аллельные замещения действительно бывают жесткими? То есть, в тот момент, когда понадобился мне какой-то аллель, его в популяции вообще нету ни одной штуки. Вот, среди с чем ученые стали этот вопрос обсуждать. Вот, возьмем 100 китайцев и 100 негров Йоруба. И не надо быть большим расистом и сторонником террористовой гигиены, чтобы отличить негров от китайцев. Никто, если вот поставить здесь 100 негров и 100 китайцев, никто их не перепутает. И, казалось бы, можно ожидать, что мы увидим фиксацию аллелей. То есть, у негров будут фиксированы негритянские аллели там в 500 локусов, а в тех же 500 локусов у китайцев будут фиксированы китайские аллели. А вот фикта. Люди, значит, когда изучают человеческие геномы, а сейчас таких геномов уже много тысяч наделано, оказывается, что даже если взять совершенно контрастные популяции, опять-таки, Йоруба и китайца перепутать, так сказать, надо уметь, оказывается, что альтернативных фиксаций очень мало. Ну, вот по цвету кожи. Цвет кожи, действительно, так сказать, вот разница между цветом кожи китайца и Йоруба, это альтернативные фиксации. А, скажем, аллеля косых глаз или, по-моему, даже крючевых волос нет такого фиксированного аллеля, а отличаются Йоруба и китайцы частотами аллели. По крайней мере, и так нам утверждают, так нам, это нам утверждают ученые, которые секвенировали много негров и много китайцев. Почему я говорю о неграх и китайцах о неуратных популяциях дарзофилов, потому что еще никто не секвенировал столько дарзофилов. Денег вам не дадут, то есть секвенируют миллион дарзофилов. Миллион китайцев, пожалуйста. Вот. Но, вот данные по дифференциации между популяциями человека показывают, что даже когда мы видим более-менее фиксированные фенотипические различия, часто мы за ними не видим фиксированных альтернативных фиксаций аллелей. Ну, если подождать достаточно долго и сравнивать не йору и китайцев, а не знаю, там, сапиенсов и неандертальцев, то мы, конечно, увидим альтернативные фиксации. Но, ведь вот когда эволюционный процесс только запускается, ждешь ли ты, чтобы возникла новая мутация полезная, или же рекортируется какой-то редкий аллель, который до этого там был нейтральным или вредным и вдруг он стал полезным, там, порядки китайцев свалили из Африки и вдруг им понадобились какие-то новые аллели, чтобы, значит, хорошо себя чувствовать в Китае. Так вот, эти новые аллели, они сидели и ждали, когда они возникнут, или это были какие-то аллели, которые уже были в популяции на низких частотах? Вот этого никто не знает. И это очень интересный вопрос. Я всегда был уверен, что, так сказать, вот в норме эволюции начинается с возникновения полезной мутации, а может быть нет, может быть эволюция оплодонистически рекорректирует, разменьшит, которая есть. Это очень интересный эмпирический вопрос. Но, если это не так, то просто, значит, тогда первые две стадии процесса не важны и адаптация идет еще быстрее. Фактически все время, которое уходит на адаптацию, это когда мы ждем мутанта, да не такого, непростого мутанта, а мутанта, который потом случайно не вымывает. А если адаптация происходит в норме за счет аллелей, которых исходная частота была не 0, а, скажем, 1%, но только еще лучше. Значит, это было лирическое отступление. Готовы к дальнейшим формальным подвигам? Готовы. Блестяще. Так, значит, это мы все разобрали. Да, теперь я ведь вам весь естественный отбор рассказывал для бесполых гоплоидов. У нас было два генотипа, а большое и а маленькое. Сейчас мы разбираемся с половыми диплоидами, но пока я не хочу их вводить, пока я хочу, пока я не хочу писать соответствующее равнение, отчерксен, давайте я его напишу. Значит, уже так, значит, все насладились этими формулами, давайте я напишу соответствующее равнение. Значит, какое у нас было гоплоидное равнение? Частота А большого в следующем поколении индекс т, я опускаю, поделить на среднюю приспособленность. Здесь средняя приспособленность это частота большого плюс частота А маленького. Вот. А кто бы мне продиктовал, вспомнивший закон Харди-Вайнберга, кто бы мне продиктовал аналогичное уравнение, если отбор действует не в бесполой популяции или не на гоплоидную фазу половой популяции, что то же самое, а если отбор действует на диплоидную фазу половой популяции, если отбор действует вот здесь, сколько у меня будет приспособленности разных? Три, поскольку три разных генотипа. Давайте. Не А. Да, частота А большого большого, но мы не хотим ее. Мы хотим ее к чертям заменить на что-нибудь более простое в соответствии с законом дедушек Хардюйвенберга. А квадрат на приспособленность гомозегуты плюс кричите громче Аббар Чоба Амаленького на приспособленность геторезегуты. Замечательно. Я очень рад тому вопросу. Надо двойку или не надо? Кто за то, что надо двойку? Кто за то, что не надо двойку? Ответ зависит до чего. В конечном формуле не надо. Частота этого генотипа, частота геторезегута естественно надо двойку. Но геторезегут это вам даст только половину о больших а половину о маленьких. Поэтому эта двойка умножается на половину и получается единица. Мы смотрим частоту аллеля большого. Вклад потомков, только половина потомков геторезегута внесет вклад во большое. И поэтому эта двойка умножается на половину. Зато Но мы сейчас по полной оттянемся с двойкой, выписывая среднюю приспособленность популяцией. Давайте я быстро напишу, вы все понимаете, чтобы не тратить время. Если вдруг кто-нибудь ничего не понял, то мы это обсудим. Все счастливы от этой формулы? Громче кричите, я глухой не слышу ничего. Кого нужно? Нужно, вот он. Но мне нужны в знаменателе, в числителе я собираю только всех, кто производит аллеля большая. Если ты гомозигота маленькая-маленькая, то твои потомки никогда не несут аллеля большая. А в знаменателе я пишу всех потомков. То есть, частота гомозигота А большая-маленькая умножить на сколько она приносит потомков. Частота гетерозигота на сколько гетерозигота приносит. Это дубль ва большая-маленькая здесь написано. И частота гомозигота А маленькая-маленькая умножить на сколько потомков приносит гомозигота А маленькая-маленькая. Все какие-то мысли, да? Вот, значит такой... Сейчас, погодите, я... Все счастливы по поводу этого уравнения или не все? Если кто не счастлив, признайтесь, мы будем его долго и сладострастно сбереть. Надя, вы счастливы по поводу этого уравнения? Так, замечательно. Значит, да, вот такое уравнение. Вот, мы его сейчас будем сладострастно исследовать. И если вы совсем на меня наедете, то мы его даже исследуем полностью и строго. Но пока я хочу его исследовать не строго, значит мы... Да, сейчас, извините. Значит, сколько у нас динамических переменных здесь? По-прежнему одна. Значит, вот это вот чудо мы уже прошли с вами для бесполого или полового гаплоидного случая. Чудо заключается в том, что у меня аллели два, а динамические переменные одна. Ну, тут большого ума не нужно. Потому что, значит, если я знаю частоту одного аллеля, то единица минус... Частота будет частота другого аллеля. А почему здесь у меня сохранилась всего лишь одна переменная? Из-за Харди Вейнберга. Знаю частоту одного аллеля из двух, я знаю частоты всех двух генотипов. Замечательно. А сколько у меня здесь параметров? Здесь у меня параметр один, правильно? Потому что я могу все приспособленности поделить на одно и то же число, например, на приспособленности а большого. Мы с вами проделывали этот трек, правильно? И, соответственно, получали в неправильном приближении s на частоту а на единицу минус частоту а. Вот. А здесь сколько у меня параметров? Громче кричите! Приспособленности? Нет, не знаем, они произвольные. Сейчас, приспособленности? Да. Нет, а как я могу их записать? Например, у меня гетерозиготы живут, а обе гемозиготы дохнут. Или наоборот, у меня обе гемозиготы живут, а гетерозиготы дохнут. У меня это полный произвол. Тогда два, совершенно верно. А почему не три? Потому что я могу их умножить на любую концентру. И здесь в целях симметрии удобно их всех поделить на вот эту вот, на приспособленность к гетерозиготу. Тогда у меня получится, значит, приспособленности гомозигот относительно гетерозигот. Ну, давайте вот так вот и напишем. Я же могу так сделать. Тогда у меня здесь будет единица, здесь будет деленная, здесь будет деленная, здесь будет единица, здесь будет деленная. Имею право. Значит, у меня два существенных параметра. Приспособленность одной гомозиготы относительно гетерозиготы и другой. И по-прежнему одна единственная переменная. Значит, мы с вами это уравнение решим, если будет на то воля Аллаха и ваше желание. А пока давайте посмотрим тупо. Значит, вот эта вот красная картинка, красная кривая, это для случая, когда... Сейчас. Еще тайная мудрость. Есть одна ситуация, в которой вот это вот уравнение диплоидное. То есть, на... Это... Сейчас. Еще я должен минуту помолоть языком. Значит, всякие бездельники, которые, к сожалению, включают в себя практически всех преподавателей микроэволюции. Всякие бездельники вводят обычный отбор вот в такой вот ситуации. Это большой грех. Потому что это не отбор, это отбор плюс менделевское ощупление. Правильно? У нас же здесь записан кардивальник. И если вы хотите рассматривать чистый отбор, то чистый отбор описан вот этой вот ситуацией, когда у меня никакое, значит, менделевское ощупление на динамику не влияет. Но есть одна ситуация, в которой вот это вот уравнение, значит, менделевское ощупление плюс отбор сводятся к отборному уравнению. Кто-нибудь может догадаться, когда это бывает? Подсказка. Это зависит от приспособленности. Может быть. Значит, давайте я скажу. Это происходит, когда приспособленность гетерогзиготы равна среднему геометрическому приспособленности гомозигот. Если это так, напишите ради смеха, значит, вот эту ситуацию, предположившую такую вещь, тогда мы можем разложить, если у меня приспособленность гомозиготы, значит, есть среднегеометрическая, то мы можем разложить вот эту вот штуку, средняя приспособленность оказывается полным квадратом и сокращается с тем, что у меня в числителе, и мы приходим к этому уравнению. Так что, что такое ситуация, когда у меня, давайте я ее нарисую, значит, вот у меня, это, на самом деле, сейчас я вам сложную вещь рассказываю. Значит, вот у меня три генотипа, давайте их так напишем, а это у меня их приспособленности. Если у меня приспособленность гетерозиготы и среднегеометрическая между приспособленностями гомозиготы, это означает, что в логарифмической шкале, если бы я нарисовал логарифм приспособленности, у меня была бы прямая линия. Если помните, это определение отсутствия эпистаза, значит, это называется промежуточным доминированием или отсутствием доминирования, вот такой вот случай, значит, когда эта штука среднегеометрическая, но доминирование, соответственно, рецессивность, это просто такой специальный случай эпистаза, когда мы рассматриваем эпистаз внутри одного локуса, эпистаз между Мамкиным и Папкиным аллелями. Значит, если у меня эпистаз отсутствует, то уравнение на Мендельское расщепление плюс отбор сводится просто к отбору. Вот таким вот образом, значит, здесь мы эту штуку можем записать как полный квадрат, предполагая, что произведение этих двух есть единица. Хорошо, значит, и тем самым наша приближенно, значит, эта штука описывается уравнением. И вот это вот красное описывает, значит, случай гоплоидный, бесполый или же случай без эпистаза с диплоидным отбором. А теперь представим себе, что мой аллель А, который, значит, полезный, что он экрессивен. То есть у меня преимущество имеет только гомозигота А большая-большая. Популяции исходного аллеля большого отсутствует, и, значит, популяция хочет его завести, но если ты стал гетерозиготой, тебе от этого не лучше, а вот если ты стал гомозиготой, от этого тебе станет лучше. Всем понятно, что качественно процесс фиксации аллеля большого изменится вот таким вот образом. Ты будешь очень медленно подниматься на малых частотах, потому что этот самый полезный аллель, он, значит, замаскирован, его не видно. Когда он редкий, он гетерозиготный, а мы договорились, что гетерозигота большого преимущества нет. Если же, наоборот, полезный аллель полностью доминантный, то тогда будет задержка в конце. Последних носителей старого аллеля А маленькая будет трудно истребить, потому что этот аллель А маленький будет прятаться в гетерозиготе, а в гетерозиготе он не вреден, если А большого доминантного. Значит, тут можно писать сладостарственные уравнения, но они противные и некрасивые, и в отличие от относительно красивого решения вот этого случая, значит, со средним геометрическим. И достаточно на качественном уровне понять, что происходит. Значит, если полезный аллель рецессивен, то заминка на старте, а если полезный аллель полностью доминантен, то заминка на финише, поскольку трудно истребить последних носителей старого плохого аллеля. Так, значит, я все рассказал, что хотел, про фиксацию полезного аллеля. Значит, теперь давайте смотреть, что происходит вокруг. Значит, мы уже это разбирали. Значит, в бесполном случае, в бесполном случае, вот эта вот та коловоротка, в которой возникнет полезная мутация, которая в конечном счете всех победит, ее потомство заполонит всю популяцию. И произойдет ужасная вещь. Все гены, все аллели, которые присутствуют во всех остальных синеньких коловоротках, просто к черту и бабушке из популяции пропадут. Вот. Тем самым, каждое аллельное замещение, быстрое, поскольку его, значит, продавливает положительный отбор, каждое аллельное замещение приводит к полному исчезновению генетической изменчивости популяции. Потом, конечно, среди множества потомков этой красной, снова пойдут мутации, и изменчивость снова возникнет. Но вся изменчивость, которая была в популяции на момент, когда этот полезный мутант, обреченный на успех, возник, вся эта изменчивость пропадет. Этот процесс называется Selective Sweep, то есть отборное выметание. Отбор чертовой бабушки выметает из популяции всю изменчивость, которая имеет место. Вот. Но, да, вот здесь она нарисована. Значит, красная – это сильно полезная мутация, зелененькие – нейтральные, голубые – слабо вредные. Ну и вот видите, вот эта вот полезная мутация стала размножаться, и, соответственно, весь этот генотип, иногда говорят, гаплотип, который, значит, содержался в этом единственном мутанте. Вот он, значит, популяции, его делается больше, а потом, значит, он вообще всю популяцию с собой заполняет. И меньше пропадает, а потом снова возникает. Вот. Значит, этот феномен, что нейтральная или даже слабо вредная мутация, которую повезло, и она оказалась в одном генотипе с полезной, что она доберется до фиксации в популяции. Его первый, значит, осознал Мейнерд Смит в 74-м году, величайший теоретик конца, ну, второй половины 20-го века, и назвал он его эффектом хичхайкинг. Хичхайкинг – это, значит, ну, когда ты попутный, когда попутку ловишь, значит, называется хичхайк. То есть она, значит, садится на эту полезную мутанцию и на ней доезжает до фиксации. Вот. Значит, что здесь важно понимать? Важно понимать, что... Важно понимать, что... Важно понимать, что... В половой популяции этот эффект хичхайкинга, он локализован. Потому что аллель, который находится близко от полезной мутации, значит, он не успеет отцепиться от нее, рекомбинация не успеет его отцепить, и он доберется до фиксации, дойдет до фиксации. А аллель, который совсем далеко, он вообще не будет затронут. А аллель, который ближе, значит, он на промежуточном расстоянии, он будет затронут, но не полностью. И в результате возникает вот такая вот картина. Это, значит, геном, положение в геноме, а это изменчивость, аш. И аллельное замещение, произошедшее вот здесь вот, приводит к вот такому вот провалу в аше. Ну и ширина вот этой вот ямы зависит от того, насколько сильный был отбор, насколько велика у меня популяция, и насколько у меня сильная рекомбинация. На эту тему есть большая наука, давайте сейчас мы ее пропустим. Ну, вот такая вот, значит, яма с уголком внутрь, с уголком вниз. Значит, полезно думать об этой яме, как о некоем шараме на теле популяции, каковой шарам, значит, оставляется процессом аллельного замещения. Вот. Ну и, значит, на эту тему, опять-таки, есть большая наука. Значит, это совсем-совсем на качественном уровне о том, что делает с окружающей генетической изменчивостью процесс полезного аллельного замещения. Значит, без половой популяции он выметает, к чертовой бабушке, всю изменчивость из всего генома, а в половой популяции он оставляет вот такой вот шарам. И, казалось бы, очень заманчиво, глядя на такие шарамы, восстановить историю полезных замещений. Мы думали, что это просто и приятно. Кто думает, что это просто и приятно, спросите нашего параметра Машу Баранову, она вам расскажет массово-получительных историй на эту тему. Она два года на эту тему, два года жизни убила, ну, в общем, с успехом относительным, но, в общем, это кошмар. Так, перерыв, 10 минут.